Эй, бро и систерс, добро пожаловать на топ лучших фильмов 2020 года, которые по какой-то причине вы могли пропустить и еще не посмотреть. Часы тикают, и время летит, а вместе с ним и новая порция фильмов подается к вашему столу. И несмотря на то, что инопланетяне приняли очередную попытку уничтожить всечеловечество, к чему мы стали свидетелями, у нас все еще остается наш попкорн и чашечка кофе, и нам таки есть что посмотреть. Каждый из вас однозначно найдет, что посмотреть из этого топа. Не буду отбирать ваше драгоценное время и перейду к делу. Пятое место. Бладшот. Было бы странным этот фильм не включить в топ, с другой стороны, всего пятое место. Поскольку да, кто-то считает, что это весьма удачная экранизация комикса от издательства Валиант. Но, как по мне, не хватает определенной изюминки, или другими словами, глубины сюжета. И, возможно, фильм затащил именно из-за актера, который, как и всегда, отлично отыграл свою роль. С другой стороны, далеко не всем нужен невероятный и закрученный сюжет с мега-шикарным раскрытием мотивов всех персонажей. Да и, по сути, сложно было догадаться в самом начале, кто же на самом деле злодей. Корпорация РСТ возвращает к жизни недавно убитого солдата Рея Гаррисона. Армия наноробота в его крови превращает Рея в бессмертного бладшота, наделенного сверхчеловеческой силой и способностью мгновенно самоисцеляться. Контролируя тело Рея, компания влияет на его разум и воспоминания. Но герой пойдет на все, чтобы выяснить правду. Хочешь посмотреть «Боевик» совместно с фантастикой или с топовым актером и с минимальной нагрузкой? Этот фильм явно для тебя. И, несмотря на последнее место, он все же в топе. Четвертое место «Калашников». Биографический фильм о судьбе легендарного изобретателя АК-47 Михаила Тимофеевича Калашникова. Нелегкие испытания выпали на долю конструктора-самоучки, прежде чем он осуществил свою мечту. Калашников был командиром танка в 41-м, получил тяжелое ранение под Брянском, а после так и не смог вернуться на войну. Пока был в госпитале, мечтал, сделал первые чертежи оружия в блокноте и не переставал корить себя за то, что отсиживается в тылу. Он работал на заводе, проводил первые испытания в Казахстане и участвовал в всесоюзных оружейных конкурсах вместе с другими конструкторами. В свои 29 он создал оружие, которое принесло ему мировую славу – АК-47. Калашников прожил долгую интересную жизнь, но одна мысль не оставляла его в покое. Появись такое оружие у нас тогда, в 41-м, война бы закончилась гораздо раньше и многие из наших парней остались бы живы. Третье место. Плохие парни навсегда. Боевик, комедия, криминал. Как говорится, все, что нужно для хорошего фильма. А нет, не все. Еще ввел Смит в придачу. Перед вами продолжение культового боевика и заодно лидер продаж в домашнем прокате. Бернетт рассорился с напарником, оставил службу в полиции Майами и занялся частной сыскной деятельностью. Лоури тем временем переживает кризис среднего возраста и подумывает завязать с холостяцким образом жизни. Параллельно ему приходится разбираться с новым наглым партнером. Плохим парням приходится вновь объединиться, когда за ними начинает охоту албанский наемник, желающий отомстить за смерть своего брата. Чтобы выжить, бывшие напарники должны забыть о старых обидах. Перед тем, как мы перейдем ко второму месту, не забудь подписаться на канал, поставить пальчик вверх и написать свое мнение в комментариях о данном топе. 2 место. Джентльмены Талантливый выпускник Оксфорда, применив свою уникальную ум и невиданную дерзость, придумал нелегальную схему обогащения, используя поместье обедневшей английской аристократии. Однако, когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают не менее обаятельные, но жесткие джентльмены. Намечается обмен любезностями, который точно не обойдется без перестрелок и парочек несчастных случаев. Боевик-криминал. Все как надо, чтобы не заскучать. А первого места, по факту, не будет, поскольку я бы хотел, чтобы вы сами решили, что должно быть на первом месте, но раз топ-5, все же какой-то фильм поставить нужно. Так уж получилось, что все из-за того самого вторжения инопланетян, российские фильмы стали набирать популярность. Из чего бы это? Бонусное место. Продолжение фантастического хита Федора Бондарчука «Притяжение». Падение инопланетного объекта разделило жизни на до и после. Обычная девушка Юлия Лебедева вынуждена смириться с ролью подобного кролика в лаборатории, ведь она единственная была в контакте с пришельцами. Ученые и военные разбирают на атомы ее чувства, эмоции и переживания, пытаясь разгадать природу растущей в ней силы. Но страшнее всего, что ее сверхъестественные способности волнуют не только землян. Над планетой в буквальном смысле нависла угроза вторжения. И победить в грядущем столкновении можно только одним способом. Найти в себе силы остаться людьми, когда каждый ради общего спасения должен сделать выбор, от которого зависит жизнь и судьба миллионов. Смогут ли любовь, верность и милосердие стать сильнее безжалостной силы и инопланетных технологий? Стоит ли смотреть, тут решать уже вам, поскольку есть фанаты русской кинематографии, зубина в жанре фантастика, а есть те, кто принципиально русскую фантастику не смотрят. А на этом все, с вами был Александр, не забудь подписаться на киноблог, поставить палец вверх, написать свое мнение о топе и написать название фильма, который бы вы хотели видеть на первом месте к просмотру из 2020 года. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok